всем привет меня зовут влад и сегодня я покажу как передавать события по дате начала из google календарь в вайбер это нужно чтобы в автоматическом режиме передавать события из google календарь в другие системы например вайбер получать уведомления про запланированные события по дате начала чтобы всегда вовремя на них реагировать а теперь давайте перейдем к настройке для начала нужно создать новую связь далее необходимо выбрать систему источника данных google календарь теперь необходимо указать действие выбираем загрузить события по дате начала на данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт google календарь к системе apix drive вводим ваш логин и пароль дайте свое разрешение apix drive на работу с этим аккаунтом когда подключенный аккаунт отобразился в списке выбираем его и нажимаем продолжить теперь необходимо выбрать календарь из которого будет происходить выгрузка данных на этом этапе вы можете настроить фильтр данных в данном случае в этом необходимости нет поэтому просто кликаем продолжить теперь вы видите тестовые данные из вашего google календарь если вас все устраивает кликаем далее настройка источника данных google календарь успешно завершена теперь необходимо перейти к настройке приема данных в качестве системы приема данных выбираем вайбер теперь необходимо указать действие отправить сообщение далее необходимо подключить ваш аккаунт вайбер к системе apix drive обратите внимание что вайбер должен быть установлен на компьютере для того чтобы его подключить нажмите на логин нашего паблик аккаунта далее необходимо скопировать строку для подключения вайбер бота и отправить ее в виде сообщения после того как вы получили сообщение об успешном подключении возвращаемся в систему apix drive и продолжаем настройку когда подключенный аккаунт отобразился в списке выбираем его и нажимаем продолжить на этом этапе вам необходимо составить сообщение которое будет отправляться вайбер обратите внимание вы можете не только добавлять переменные но и прописывать значение вручную для того чтобы добавить переменную кликните в любом месте поля сообщения и выберите ее из выпадающего списка чтобы перейти на следующую строку необходимо нажать enter и и Продолжение следует. На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи. Например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!